Доброго времени суток. Примите, пожалуйста, мое почтение, мои поклоны вам всем. Прошу прощения, у нас тут нет света. Вот мы сейчас на мобильнике и очень надеемся, что связь будет тянуть. Но вот надеемся, еще и свет дадут, это будет вообще прекрасно. Вот, но мы ожидали, что сегодня будет меньше людей, потому что время не совсем удобное, особенно для работающих. Вот, но вот в режиме паломничества другого времени просто не смогла найти. Поэтому простите, пожалуйста, что делаю это неудобным для вас. Вот, но тем не менее у нас у всех можно, мы можем посмотреть запись в конечном итоге. Вот, и наше желание глубже узнать себя, оно должно быть настолько сильным, что мы нашли любые возможности для того, чтобы что-то такое взять полезное для себя. И не просто взять, а применять. Вот, и кто-то из вас вчера был, кого-то, наверное, не было, не знаю. Но вот давайте сонастроимся, потому что лица у вас очень-очень разные. Кто-то с такой заинтересованностью смотрит, кто-то с безразличием. Это очень странно, что я захожу безразлично, слушается о том, что мне важно. Это означает, что мы вчера говорили о том, что лицо – это зеркало ума. И вот это привычное состояние на нашем лице отражает то, как живет наш ум. Кто-то уже возмущен, еще ничего не началось. Просто проверьте самих себя. У нас, по-моему, свет начинает давать. Да, можем включить. Вот, видите. Просто просветлели сразу. Давайте, дорогие друзья, сонастроимся. Самих себя. Это нужно делать, учиться делать постоянно. То есть наш ум, он должен находиться под контролем нашего разума. То есть мы с вами очень так достаточно интересно устроены. То есть у нас с вами есть это физическое тело. У нас с вами есть тонкое тело ума. Это обитель наших эмоций, наших впечатлений. И здесь же живет карма абсолютно всех наших жизней. То есть это такая библиотека кармы. И вот это современные психологи называют, вот из бессознательного что-то всплыло. Да, это разные кармические вещи всплывают. И карма, она там в виде, знаете, каких-то таких вот зерен, которые в свое время произрастают. И у каждого из вас есть опыт, что вдруг жизнь как-то резко поменялась. Вот было все хорошо-хорошо, бабах, стало плохо. Или наоборот, было все-все плохо-плохо, раз хорошо. То есть какие-то вот такие это, потому что это такой очень живой процесс внутри нас, когда созревают плоды наших поступков. И эти плоды, они не всегда то, что мы посели в этой жизни. Мы с вами не живем одну жизнь. И поэтому что-то созревает то, что выросло и продолжает созревать. И мы даже не знаем, интересно, что очень многие люди чувствуют, когда созревают плоды неблагочестивой кармы. Такое чувство, как будто бы вот-вот что-то случится. Бывало у вас такое? Вот такое вот какое-то дурное предчувствие. Это вот созревает не очень хорошая карма. А бывает вот прям как-то легко на душе. Что такое? Прямо какое-то чувство, предчувствие чего-то. Это вот созревает плоды хорошей кармы. Вот это так происходит. Такой механизм. Но мы с вами, слава богу, не просто этот механизм, дорогие друзья. То есть кармический закон есть. Это закон причинно-следственной связи. Абсолютно все, о чем мы говорили, абсолютно все, что мы делали по отношению к другим, и это влияло как-то на других, эти семена, они обязательно вырастут. И вы знаете, например, что, если вы съели недоброкачественные продукты, реакция может прийти мгновенно. Вы просто сразу в туалет дышите, правда же? Или вас начнут полоскать. Но иногда вы ходите, и что-то не то, не то, не то, как-то не очень. Но ничего, вроде бы все нормально. А вот через три дня начинается. А есть, бывает такое, что, вы знаете, вы что-то сказали человеку, и человек ходит с вами, общается, как ни в чем не бывало, да? А потом, через год, вы узнаете, что он на вас обижен, и мало того, еще и говорит другим об этом. И вы так удивлены. И когда вы с ним встречаетесь, и человек нехотя вам говорит, а помнишь, вот тогда-то, тогда-то, вы даже забыли это, человек не забыл. Так, у кого-то включена камера, пожалуйста, выключите. И вот это созревает, то есть это очень легко видеть. Вот эта причина-следственную связь очень легко видеть, наблюдать, да внимательно мы видим, легко наблюдать. Например, вы с человеком как-то поговорили о послевкусии, давящее на сердце. Бывает такое? И вы чувствуете, что нехорошо. Вроде все справедливо сказал, вроде все по существу, а на сердце нехорошо. Вот, поэтому этот закон есть, но человеческая форма жизни, нет, камеры не надо выключать, она дорогая, надо выключить просто микрофон, чтобы он не фонил, потому что если мы сейчас все микрофоны включим, то кто-то едет в транспорте, кто-то просто там шевелится. Если все эти звуки будут сейчас, это будет тут какофония. Вот, поэтому просто проверяем, что микрофоны выключены. Спасибо большое. Итак, помимо того, что у нас есть закон причинно-следственной связи, и в Бхагавадгите говорит сам Господь, что есть два типа живых существ. Есть демоническим складом ума, и есть божественным. Я вам даже, если хотите, зачитаю. Так, это 16 глава Бхагавадгиты. Тут у нас здесь есть, кто изучает Бхагавадгиту, есть те, кто не изучает, я вам очень порекомендую изучать. Так вот, сам Господь здесь говорит следующее. Я не буду все читать, я буду такие отрывочки. секунду. Секунду. Текст, говорится, гордость, высокомерие, тщеславие, гнев, грубая речь, невежество. Таковы показатели людей, обладающих демонической природой. Доводилось ли вам гордиться? Вообще, даже не знаем такого слова. Никогда. Доводилось ли вам быть тщеславным? Что прям требовали взамен, чтобы вас похвалили и так далее. Доводилось ли вам быть высокомерным? Это так хорошо знакомо, правда, что для Нью-Йоркзо. И это у нас как будто бы стоит на автомате. То есть первая реакция, вот идет эта. Замечаемый, как правило, это идет уже гнев. Вот очень многие люди говорят, я раздражительная, что мне делать? Вот это такие не очень хорошие качества, понимаете, заработанные нами. Гнев, грубая речь. Вот это все написано прям демонические качества. Знаете, вот если бы нам сегодня сказали, у тебя рак четвертой степени с метастазами, ох, мы бы обеспокоились, правда? Какие бы мы только в клинике бы, мы съездили, а если бы нам сказали, у тебя, знаешь, у тебя гордость четвертой степени с метастазами в виде тщеславия, в виде высокомерия, в виде грубости, в виде гневливости. Ну да, ну никуда я бежать не собираюсь. Пусть как-то терпят все остальные, да? Но зато я очень сильно вижу по отношению к себе, когда кто-то вот так себя ведет, мне это крайне неприятно. Но здесь говорится, а какие же божественные качества? Итак, мы с вами разобрались, что демонические качества, нам не нужно им обучаться, мы их очень хорошо знаем. Верховный Господь сказал, бесстрашие, очищение своего бытия, совершенствование в духовном знании, благотворительность, владение чувствами, совершение жертвоприношений. То есть жертвоприношение, это не значит, кого-то зарезать надо. Нет. Жертва – это когда я жертвую своим временем, жертвую своими талантами, своими богатствами, да? Жертвую своим эго. Да? Это вот на самом деле жизнь как жертва такая. Далее. Аскетизм, простота, отказ от насилия, правдивость, негневливость. Скажите, пожалуйста, у нас вот эти вот качества на автомате? Нет. Это каждый раз надо очень осознанный выбор в эту сторону сделать, да? Потому что если первый момент у меня такой, что? Что ты сказал, да? А такая, и внутри цитата, негневливость, простота, аскетизм, это такая, еще ничего там нету такого милосердия, еще сострадание, ничего этого не родилось. Отсутствие алчности, отсутствие стремления засловить, я продолжаю цитировать. Дальше. Сострадание ко всем живым существам, целеустремленность, способность прощать, стойкость, чистота, отсутствие зависти и стремления к почестям, таковы у потомок Барты трансцендентные качества правильных людей, наделенных божественной природой. Вот он университет, дорогие друзья. И поэтому все наши возмущения, что мне делать вот с тем-то, с тем-то, да? Это твой тренер, для того, чтобы ты тренировала вот эти качества. Вы заметили, чтобы натренировать просто вот эту мышцу, мне нужно взять гирю, да? И в зависимости от того, какую я ее хочу, так чуть-чуть в порядок привести, у меня прям, чтобы вот такие вот были, да? Гиря, она разная, потом штанга. И вот, понимаете, для того, чтобы мы с вами не деградировали, для того, чтобы мы с вами развивались, абсолютно каждому из нас выданы гири. И еще другие тренажеры. И вот через эти тренажеры мы с вами обучаемся развивать вот эти качества. Так, это же сложно, скажете вы мне, да? Лучше вот, ну, гораздо легче психануть, захлопнуть дверь, сказать, да пошли, вы все знаете куда. Надоели, запарили. Это вообще этому учиться не надо, согласитесь. У меня была однокурсница, у меня был институтчик. Она, у них, они жили вдвоем с сестрой. И у нее есть была такая особенность. Она каждый раз, и как-то раз я пришла к ней в гости. Прихожу, и она меня сажает за стол и ставит передо мной майонезную банку, наливает туда чай. И себе майонезную банку, и там у нее какие-то такие, я не знаю, ну, такие одноразовые тарелки. Но я думаю, а что происходит? Почему ты чай из майонезных банок пьешь? Она говорит, да, вчера поругались с сестрой. Она говорит, каждый раз, когда мы с ней ругаемся, мы бьем, говорит, посуду. Я говорю, а что бы вам не бить майонезные банки? Она говорит, ну, какой-то, не знаю, прям охота взять, что-то такое дорогое, как треснуть. Я говорю, вот это характер, вот это я понимаю. Представляю, что у вас там творилось. Она говорит, да, сегодня, прости, никакие, ничего, кроме майонезных банок нет. Вот. Ну, это вчера был такой скандал. Вот. Поэтому, понимаете, вот степень нашей распущенности, она проявляется в поступках, но здесь уже битье посуду, да, или стукнуть кулаком по столу, или просто громко хлопнуть дверью. Вот. Следующая, это карма, он творится на уровне действий, на уровне речи, это злословие желание, желание так зацепить человека, язвительные слова сказать, на уровне взгляда испепелить, да, и на уровне мысли потом думать, нет, ну, как он мог, а я, а он, а я, а он, а я еще расскажу кому-нибудь. Вот это называется мое ужасное творчество, которое, когда я творю полное безобразие, само слово безобразие, без образа Бога в сердце, потому что образование, это как раз таки, когда я, то, что задумал Господь, внутри моего сердца, потому что душа, она принадлежит Господу, но душа, которая хочет наслаждаться в материальном мире, вы заметите, что мы хотим просто пользоваться, пользоваться дарами, мы мало кто благодарит за солнце, мало кто благодарит за воду, мало кто благодарит вообще за то, что у меня, я могу, я вот могу соображать, знаете, вот вольцгеймеры, они не могут соображать, много, очень много людей, которые не могут соображать, и вот такие вещи мы просто принимаем, как будто бы так и должно быть, но если не приведи Господи, что-то не по-моему, я начинаю проявлять все демонические качества характера, и вот, собственно говоря, наша задача с вами воспитать себя, не детей воспитать, детей воспитать, окей, ладно, что надо сказать, спасибо, да, то есть мы знаем, что надо в первую очередь воспитывать благодарность, но сами мы остаемся неблагодарными, и вот, собственно говоря, ум, это вот в 13 главе Бхагавадгита говорится, что есть кшетра и кшетра лья, есть поле и знающий поле, и что такое знающий поле? Поле – это вот наше тело, кроме нас никто не знает, где у нас урчит, где у нас болит, хотим ли мы в туалет или не хотим, мы же знаем это все, это не мочевой пузырь знает, согласитесь, это я знаю, я уже знаю, что подкатывает, я знаю, что у меня сейчас вот просто голод пробуждает, я знаю, что у меня сейчас жажда наступает, я знаю, что я хочу, сейчас мне надо попить, сейчас я чувствую, что меня сон клонит, сейчас я чувствую, что мне надо проветрить помещение, потому что душно, то есть я знаю, что происходит в моем теле, согласитесь? Это чья ответственность? Моя или кто-то должен знать за меня? Вы же никому не выручаете ответственность, чтобы взяли ответственность за ваш кишечник, вы никому не даете ответственность за то, что вы взяли ответственность за ваш желчный пузырь или за мочевой пузырь, за ваши мозги, но почему-то ответственность за ум мы делегируем другим, мы говорим, из-за тебя у меня вот такое-то-такое-то настроение, из-за тебя я чувствую себя несчастной, нет, это такая же наша ответственность, как мы регулярно наводим порядок, моем тело, моете же регулярно, два раза в день, да, то есть вы это моете, мы регулярно расчесываемся, мы не выходим, не выходим же косматами, правда же, мы регулярно чистим зубы, мы не выходим с запахом ужасом изо рта, ночью проснули, ну вот как-то так, и пришла, нет, мы же понимаем, что тело, это чья ответственность, это моя, а чья ответственность, привести мой внутренний мир в порядок, почему эту ответственность мы передаем другим, почему мы постоянно скандалим, мы ругаемся, что кто-то другой не позаботился о моей, о моем вот этом внутреннем состоянии, расстроилась, настройся, я всегда говорю, то есть это наша ответственность, нас даже, наша команда выпустила такие майки, расстроилась, настройся, это моя ответственность, потому что наш организм, наш внутренний, вот то есть это мы как музыкальный инструмент, если кто-то из вас музыканты, знаете, что вы не сядете и не начнете сходу бринчать, на гитаре или на скрипке, ну вы будете прямо очень так прислушиваться, настраивать, 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 и потом будете играть, и очень будет звук резаться, если не сонастроены два инструмента, и вот точно с такой же серьезностью мы должны подходить к настройке нашего внутреннего инструмента, нашего ума, нашего разума, нашего сознания, вчера говорили, а вот кто сказал, что есть душа, вы знаете, ладно, против этого термина много можно спорить, но поднимите руку, кто будет спорить против того, что у вас есть сознание, вы же осознаете себя, вот вам показывают, как фотокарточку, вам там 5 лет, ну ладно, 5 лет может не все осознают себя, 10 лет, у меня есть фотография, я стою с медведем, я как сейчас помню тот день, мне 10 лет, почему-то мне казалось, что когда мне будет 10 лет, жизнь крупно поменяется, вот это само слово 10, мне казалось, что это что-то особенное, и вот я стою, у меня тут банк, тут медведь у меня, Я помню вот просто все в мельчайших подробностях, даже цвет платья, вот на ощупь его там, а осознание осталось. Ну если я покажу кому-то эту фотокарточку, ну мне скажут, что это не ты, мы очень отдаленно, могу, например, напоминать, но я-то знаю, что это я. То есть это я вот в этом теле. Но тело, каждый семь лет меняются абсолютно все клетки нашего организма. Многие люди протестуют, ну нет реинкарнации, но вы уже реинкарнировали много раз. Вы уже были в теле годовалого, вы уже были в теле десятилетнего, вы уже были в теле пятнадцатилетнего, да, и знали, что это совершенно другое тело, совершенно другое умонастроение. И когда-то мы будем в теле девяностолетних, если Бог даст, и когда-то мы оставим тело девяностолетнего, а со своим сознанием пойдем дальше. Так вот вся жизнь, мы накапливаем с вами недействия, мы не накапливаем с вами, я не знаю, какие-то положения, зарплаты, даже на счетах. Мы ничего это с собой не унесем. Единственное, что мы с вами унесем, дорогие друзья, это наше сознание. Вот это точно с нами пойдет дальше. Вот как это сознание, это десятилетний, оно внутри меня сейчас есть. И когда рождается ребенок, вы видите, что он пришел со своим сознанием. У него свой характер, у одних и тех же родителей двойня рождается совершенно разным характером. Они не под копирку. И видно, что у них есть опыт, они пришли с определенным опытом. Как у меня старший сын пришел, у него такой опыт, что он просто читает и сразу энциклопедиями запоминает. И потом он, причем бегал и читает, и потом он может совершенно спокойно, если вы ему скажете, например, 1482 год. Он вам все расскажет, что было в 1482 году. Но я его этому не учила, я это не знаю. Меня расстреляет, у меня проблема с цифрами. Да? То есть, например, Моцарт пришел, у него память вообще, он говорил, ну, папа, меня душат ноты. И отец понял, что его нужно продолжить. И вы пришли тоже со своим опытом. И вы пришли в ту семью и в какую-то другую семью, где вы можете продолжить это путешествие. Поэтому не надо пенять на родителей, потому что мы не могли у других родиться с нашими особенностями характера, с нашими особенностями вообще, с какими-то наработками, с какими-то ошибками, с какими-то странностями в характере. Мы могли родиться только у этих родителей. И вот это наш старт. А что мы будем делать дальше? Это уже вот наш с вами выбор. Вот сейчас мы с вами слушаем, и что-то на нас влияет, проникает. Я уже потом не могу делать, что я этого не слышала. Понимаете? И вот это и есть развитие человека. Потому что есть люди с божественными качествами, и вы знаете, что в разных традициях они называются по-разному. Называются ангелы, архангелы, серафимы, херувимы, да? В вайшнавской ведической традиции называют полубоги. То есть есть более высокоразвитые существа, чем люди. У них человекообразная форма, да? Но другой совершенно разум. Они больше сонастроены именно с качествами Господа. Есть совершенно другие вообще живые существа, да? Наверняка вы слышали. Есть всякие сущности, кто-то их называет черти, кто-то шайдан, да? Ну, в общем, по-разному. Тоже такие себе существа. А вот человек, ну, то есть эти прям конкретно, с божественными качествами, конкретно вообще есть демонические формы жизни и так далее. А мы с вами такие, знаете, ни то, ни сё называются. Сегодня наору, завтра проявлю любовь, да? И с нами даже не знают, как жить. Мало того, мы сами даже не знаем, как с собой жить. Потому что вот, ну, что нам Бог на душу положит, я не знаю. Я вот потом скажу что-нибудь, потом чувством вины маюсь и думаю, зачем я это сказала? Ну, зачем? Так не надо было говорить, да? А уже всё, слово «не бородей» вылетит, не поймаешь. И вот достаточно небольшое количество людей, которые начинают понимать, а мне надо серьёзно практиковать. Я должен разобраться, что я практикую. Я практикую амбитчивость. Или я практикую раздружительность. Или я практикую отчуждение. Я практикую одиночество. Я практикую гордость. Я практикую зависть. Или я практикую жадность. Или я практикую, вот я хочу практиковать бесстрашие. А как это? Я хочу практиковать благотворительность. А жадность не даёт. Я хочу практиковать простоту. А у меня так всё сложно внутри самой себя. У меня такое самомнение. Ой-ой-ой, я могу прикидываться, что я такая простая. На самом деле я, ой, какая я непростая, да? И то есть мы вдруг начинаем понимать, что низшие качества, они включены. А высшие качества – это каждый раз будет выбор, осознанный выбор и непростой. И вот для того, чтобы мы этот выбор осуществляли, для того, чтобы у нас была хотя бы какая-то сила, чтобы это происходило, существуют некоторые вещи, которые просто необходимы. Первое, нам просто необходим учитель. Понимаете? Как однажды, я помню, как у моего учителя спрашивал один мужчина, а зачем нужен учитель? А он сказал, а в вашей жизни разве вы не хотите, чтобы у вас появился доброжелатель? То есть учитель – это тот, который от вас ничего не хочет, у него нет никакой корысти от вас. И у вас, естественно, сердце располагается по отношению к этому человеку, потому что вы чувствуете, что единственный его интерес, он заинтересован в нашем развитии. Именно в развитии. Не в том, чтобы у него последователей было много, у него это вообще не надо, абсолютно. А, Анастасия Дорогая, есть такой закон, как только ученик готов, появляется учитель. То есть об этом беспокоиться не надо. Надо беспокоиться, как мне становится учеником. А учитель обязательно появится. Второе, что очень важно. Учитель. Есть очень много разных учителей. И мы, конечно же, должны понимать, а чему нас учит этот учитель? Какова его цель? Куда он идёт? Как-то раз мы были в Гималаях, и с вами была группа. Откуда-то с Европы. И это была целая группа йога. И они говорили, вот у нас учитель, у нас учитель. И оказалось, что их наставница, она тоже с нами в группе была, и у наставницы я спросила. Светлана, вам надо выключить камеру. Ой, не камеру, а микрофон. Итак, вот она и я вам как раз-таки сейчас и объясняю. Просто послушайте. Я спрашиваю, скажи, пожалуйста, а какая цель у вас? И она такая говорит, цель? Ну, вот мы занимаемся, умиротворяем ум. Я говорю, ну вот представьте, что у вас уже умиротворённый ум. И что будет с этим умиротворённым умом? Что вы будете делать? Она говорит, ну ничего, будем просто вот так вот сидеть и радоваться умиротворённому уму. Да, то есть некоторые говорят, мы учимся в состоянии войти самадхи. Это такое состояние духовного, ну такого просто высочайшего уровня такого экстаза. И вот просто в этом состоянии быть. И я чувствую, как каждая клетка моего организма насыщается праной, светом. Я просто вот в состоянии шанти. Вот это у нас могут мучить. Это называется практикой персональной, практикой буддизма. Когда я просто, ну как бы, отхожу от этих тревог этого мира, они меня перестают беспокоить сильно. Вот. И я могу найти источник вот этого умиротворения внутри себя. Это один вариант. Второй вариант был очень странный. Мы как-то познакомились с одним парнем во брендаване. И мы ехали вместе на рикшу. Как-то мы шли и ловили рикшу, а он ехал на рикшу, и он нас с собой взял. И я говорю, а в чём ваша практика? Поделитесь, пожалуйста. Что, ну, что вы хотите в результате этого? Он сказал, в результате я хочу сжечь полностью своё сердце, сжечь всю карму, всё сжечь, всё испепелить. И вот я возжигаю этот внутренний огонь, чтобы всё это сжечь. Я говорю, и что вот? Как вы всё сожжёте, то что? Ну, просто сожгу и всё. И вот мой учитель меня учит, как это всё сжечь. Ну, то есть нам надо интересоваться, чему учит учитель, да? А вот, например, мой учитель, он учит, что нужно научиться служить Богу. Потому что на самом деле Господь, Он по своей природе, Он служит всем абсолютно. Всем абсолютно. Он, как говорится, я вкус воды, Господь говорит. Я талант в человеке. Я свет солнца и луны. Я довод, приводящий к истине. Да, и столько всего Он говорит, и ты думаешь, ну что себе, это всё? Вот потом Он говорит, всё, что вы видите чудесного и прекрасного в этом мире, лишь искры моего великолепия. И вот когда я восхищаюсь кем-то, я думаю, ах, ничего себе, как в нём или в ней проявляется Господь. А это лишь искры его великолепия. Интересно, какой же великолепный Он, да? И Он говорит, что, видите, вот Он здесь говорит сам лично. Это же Он говорит, Верховный Господь сказал. И Он говорит, способность прощать, отсутствие стремления злословий. И во многих местах Он говорит, надо проявлять любовь ко всем. И вот, знаете, когда мы встречаемся с учителями, когда мы встречаемся с наставниками и с теми, кто вот прям всем сердцем к вам расположен, да? И вы понимаете, что через него, как это Марат Нигматуллин, я люблю его, он говорит, в жизни есть люди, через которых Бог тебя любит. А в жизни также есть люди, которых Господь любит через тебя. И вот это называется служение. Служение вы, куда бы вы ни попадали, на высшие вы планеты попадёте, в духовный мир попадёте, куда бы вы ни пришли. Вот люди, которые хотят проявить вот это что-то, занимаются служением, это самые лучшие люди, согласитесь? Но это очень непросто. Очень непросто. Ну как-то вот, когда хорошее настроение, почему бы и не сделать это, да? Ну нам же нравится кому-то подарить подарок, правда, ещё человек так радуется. А вот когда человек противный, прям вот как-то и не хочу я ему дарить подарок, ну разве что, у меня что-то завалялось, отдам ему от вам пылиться, да? То есть вот мы вдруг понимаем, что вот это учиться служению, потому что служение – это естественная природа души. Вот даже когда человек уже во всех разочаровался, он служит собакам, как правило. То есть, ну, собака – это, ну, такое существо, оно удивительное, да? То есть ты можешь его отпнуть, скажешь, отстаньте от меня, да? Вот так вот, ну, не пнёшь мужа же, да? Да, а собака, она такая, всё равно к вам придёт дружелюбно будет хвостом, это, вилять хвостом и опять вас любить. А муж уже так не подойдёт и не будет вилять ничем, да? Вообще заметили, что с людьми сложнее, чем с собаками. Поэтому сейчас вот куда я не приезжаю, кругом столько собак – это просто ужас. Мне гораздо легче ходить с кульком и собирать собачьи экскременты, нежели вот просто вот действительно учиться, а как это с людьми ладить? А как это вообще служить? Потому что, вы знаете, Господь, Он приходит же не для праведников. Как хорошо праведникам служить, правда же? Им ничего и не надо. А вот Он приходит полюбить тех, которые не умеют любить. Как один из наших учителей говорит, есть два типа людей – любящие и плачущие полюбить. И вот кого нам нужно полюбить – любящих или плачущих полюбить? Очевидно, плачущих. И мы с вами иногда тоже бываем плачущими, причём плачущими бываем, просто плачем тем, что гневаемся. То есть вот по-разному. И вот когда я услышала вот такую цель жизни, я была настолько потрясена, я поняла, что я хочу этому учиться. И оказывается, есть люди, которые вот так живут, и вот так они вот в эту сторону смотрят. Это для меня герой моего сердца. Вот просто герой моего сердца. Вот поэтому, как говорит мой учитель, он говорит, учитель, он всегда с миссией. Мы не можем взять просто учителя. Как, знаете, как обслуживающий персонал. Нет. Я просто спрашиваю, а какая у вас миссия? А что? А куда? А что для этого нужно? И так далее. И, конечно же, любой учитель, у разных учителей есть разные практики. Практики, как приводить свой ум в равномесие. Практики о том, как вообще очищать своё сердце. Практики, а как учиться вот этим качеством божественным, о котором здесь говорится. Потому что, оказывается, действительно, я соткана. То я вообще жадничаю, то у меня зависть, то ещё что. И улыб беспокойно. Знаете, я помню, когда мой учитель сказал, надо повторять махамантру. Кстати, с махамантры впервые я встретилась, когда я училась в мединституте. Ещё давно это было. Это были 80-е годы прошлого столетия. Звучит как, да? В общем. Это я училась в мединституте. И тогда, это были такие времена, когда иглотерапия, это была лженаука. И вообще это прямо вот за неё, это считалось вообще, это надо предать анафему. Я помню, у нас была санитарная гигиена урок, и там говорили, вы представляете, какое мракобесие думать, что существуют ещё какие-то тонкие существа, тонкие миры, и они на нас влияют. И вы представляете, вот это мракобесие, а вот у нас сейчас гигиена, хлорка, вот это всё, да? И вот ничего такого, всё мы его просто очищаем, и пенициллин, и вот это всё. И вот, понимаете, слава богу, ну как бы человечество тоже развивается. Сначала оно очень сильно деградировало. Дорогие друзья, мы с вами не от пятиконтробов, не от австралопитеков и не от неандертальцев. Это вообще отдельные ветви совершенно. Если вы начнёте читать, то вы увидите, что были вообще высочайшие цивилизации. Да что там далеко ходить? Даже вот возьмите период Ренессанса. Такое количество языков, какое они могли знать, они могли одновременно быть великими математиками, художниками, поэтами, да? Просто для них нормально было говорить вообще это. Возьмите на востоке или на западе, везде, да? И вот сейчас мы, боже мой, если мы знаем два языка, это вообще это просто. Внутри это просто полигруб. Понимаете? Там это была норма. И наши качества, они всё ниже и ниже становятся. Если мы возьмём уровень терпения друг друга, то сама семейная жизнь, которая является показателем способности терпеть, смиряться, способности ладить, сейчас в некоторых регионах процент разводов 100%. То есть сколько заключено браков, столько же, ровно столько, а в некоторых даже больше разводов. То есть мы стали нетерпеливыми, мы стали обидчивыми гораздо больше. Никогда цивилизация, ни одна цивилизация не знала такого количества психотерапевтов. Вот были художники величайшие, были величайшие композиторы, были величайшие архитекторы, но такого количества психотерапевтов никогда мир не знал. Ни в одной цивилизации. Я спрашивала у людей, которые аюрведы изучают. А вообще в аюрведе есть такое отдельное понятие психотерапии? Нет, это, говорит, просто всё связано с телом и с тем, как мы за ним ухаживаем. И вот когда мы с вами вот это всё сопоставим, то мы начинаем понимать, что мне нужно этому учиться. Так вот, про мантуру. Когда мне дали вот такую вот тетрадь, исписанную мелким шрифтом, на одну ночь, чтобы я переписала, я хотела акупунктуру изучать. И вот я, значит, это всё сидела, писала, писала, и уже под утро, потому что мне надо давать, я должна всё записать. И, значит, под утро я уже в конце там какие-то были приписаны всякие какие-то рецепты китайские. И там, например, что полоскать рот надо маслом каждое утро, и держать его во рту, и, значит, просто так вот, ну как, как полоскать рот. И вот потом это надо выплёвывать в анитас, потому что именно через рот идёт очень много кровоток, и очищается таким образом кровь. Ну, короче, очень много всяких рецептов. Я писала, 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 и в конце было написано. Но если ты хочешь по-настоящему исцелиться от всего, ты должна повторять Хареи Кришна, Хареи Кришна, 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 Хареи Хареи, Хареи Рама, Хареи Рама, 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 Хареи Хареи. Я подумала, вот это китайская абракадабра, значит, это вот, наверное, китайская такая вот. А я тогда была в Дуоу, Шаолин, там какие-то учителя, там всё вот такое, знаете, это раньше такая мистика была. И вот я ходила сутками напролёт, повторяла, Хареи Кришна, Хареи Кришна. Но я даже не знала, что это такое. Вот, потом, ну, я не помню, сколько я повторяла, но какое-то время я повторяла. Но потом я забросила. И вот я удивилась, когда мой учитель мне сказал повторять вот это же. Я думаю, боже, это же это китайская абракадабра. Вот. А оказалось, что это всё гораздо интереснее, что это на самом деле три имени Бога самых. Вы знаете, что у Господа бесчисленное количество имён. Например, в мусульманстве 99 имён Аллаха, и сотое, оно скрытое. Так вот, сотое – это вход в бесконечность. Не может быть ровно 100 и всё. Нет. Потому что Господь тут бесконечный. И вот у Него тоже имён бесконечный. Это как вход в потайную реальность. И говорится, что бесчисленное его воплощение, бесчисленное количество имён. И кто-то, например, на имя медитирует, на имя Яхве, вот у Библии описано. Кто-то медитирует на имя Аль-Хаким, Аль-Расул. То есть, есть разные имена Аллаха, мудрый, справедливейший, милосердный, великий Агвар, Аллах Агвар. То есть, есть разные. А вот Кришна, это говорится, что имя, которое переводится как «всепривлекающее». То есть, кого-то привлекает мудрость, кого-то привлекает со стороны Бады, кого-то привлекает то, что он способен проникать абсолютно в каждый атом. Кто-то восхищен его поддерживающей силой. То есть, Васу, Дева, есть разные-разные имена. И вот если все-все-все вместе объединит, это Кришна. Кришна все привлекающие. Вот все привлекающие. А я помню, меня это сильно возмущало. Потому что я говорю, почему Кришна? Я помню, когда я только начала читать Бхагаджито, но у меня это как... Ты меня спросила, тебе любой имя назови, ты будешь спрашивать, почему вот это? Почему? Почему ты так возмущена? Тебе что-то плохо сделал, Кришна? Нет. А почему так возмущена? Потому что не Марина Таркакова? Да? Ну, то есть, на самом деле, вот, понимаете, это идет очень удивительно, какая-то заноза у нас сидит, и эта заноза, она все время такая вот, знаете, ну, я вот правда из себя так обличала. А Рама – это всерадующий, и Харея – это энергия любви Господа. И вот Харея Кришна – это маха-мантра, она великая мантра освобождения ума называется. Или мантра, которая говорит, о Господь, о энергии Господа, о всерадующий Господь, о всерадующий Господь, о всерадующий. Пожалуйста, займи меня служением тебе. И вот очень удивительно, что потом вы повторяете мантру, а потом в течение дня видите, он вас занял служением или не занял? Он сам вам посылает людей, которым вы можете чем-то помочь. Какие-то ситуации, где вы можете быть полезны. И вот, какие-то ситуации, где будут проверять вас надшивость. И вы прям будете видеть его подминивание на улыбку. И вот все, у вас целый день появляется, как, знаете, вот утром вы помолились. Это вы можете повторять 99 имен Аллаха, или вы можете повторять Иисусову молитву. Но потом, потому что на самом деле вы 99 имен Аллаха повторяете, это та же самая история. Займи меня служением тебе. О великий Аллах. Иначе зачем вы нужны? Правда же? Если я не могу проявить ничего, ведь если вы почитаете любое священное писание, там везде скажут, что, пожалуйста, проявляй, будь щедрым, будь смиренным, будь прощающим. Это везде, абсолютно везде. Или вы будете говорить Господи Иисусе Христе, помилуй на грешного и спаси, якоблака человека любят. Хлеб наш насущный, дай нам вместе, остави нам долги наши, якажи, и мы оставляем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от рукава. Это то же самое. Я буду оставлять должникам нашим, потому что ты мне не помнишь, не припоминаешь ничего. И я тоже так же себя буду внести. И вот представьте себе, дорогие друзья, вот здесь сидят люди разных ревероповедов. Можете себе представить, вот мы по-разному называем Господа. Мы по-разному, мы разными Его именами восхищаемся. Но это Он один, Господь. Но мы разными восхищаемся именами. Но представьте себе, как мы можем быть объединены, если все мы будем заниматься служением. Нам будет некогда думать о себе. О себе какой. Ой, какой я бедный, несчастный, какая глупость. Посмотри, у тебя есть вообще прекрасная возможность сделать что-то сегодня. Это как, знаете, история одного самоубийства. Один мужчина, он разорился. Был вообще миллиардером. Он разорился, и все, и у него уже не было даже никаких шансов вообще. И он решил, что... Ну, он себя очень сильно ассоциировал с деньгами, и он решил, что все, мне надо вообще сброситься. И он залез на ее самую высокую башню, где-то это в Америке было. Не помню, это очень известный случай. И он решил спрыгнуть. И ему из сердца, я думаю, что у каждого из нас был случай, когда нам из сердца что-то Господь говорил. Был ли у вас такой случай? Хоть рада жить. Он был, и не один. И вдруг он ясно услышал... Знаете, у меня было небольшое отступление. У меня был такой случай, когда я помню, я обучалась в Индии гемиопатии. Я еду в вагоне такого первого класса, и подъезжают, а в Индии очень много разных таких, знаете, как тонны мусора вообще, вот горы просто. И вот на такой горе мусора, просто я не должен... Ну, просто неприглядно такая картина. На такой горе огромного мусора стоит невероятно красивая индянка в таком красивом царе и машет меня с такой радостью. Вообще, вот просто, знаете, вот с таким чувством, как будто я ей просто, не знаю, вообще вот, ну просто она видела самого прекрасного человека, и она мне машет, а я из окна сижу на нее, смотрю, думаю, господи, ну хоть бы с кучей мусора сошла бы. Ну зачем стоять на куче мусора вообще делать с женщиной? И вдруг мне сердце вот прям так ясно, говорится, с кучей мусора ты уйди. Она стоит на куче мусора и тебе радуется. Ты сидишь в облоне первого класса и видишь только грязь. Вместо того, чтобы от всего сердца ей так же поприветствовала. И это поразительно. То есть я видела мертвую грязь вместо того, чтобы увидеть живое сердце. А она на меня смотрела, она не завидовала, не завидовала, что я сижу в этом вагоне первого класса. Она видела просто какую-то, я не знаю, знаете, вот как говорят, красота в глазах смотрящего. Она на меня так смотрела, что она видела что-то очень прекрасное во мне. А я видела кучу мусора. И вот тогда мне Господь прям так вот, знаете, так ярко сказал, ты иди с кучей мусора. И потом поезд тронулся, а я вот прям сидела и думаю, как мерзко. Какой ужас вообще. И вот возвращаясь к этому мужчине, он хотел уже было шагнуть в эту пропасть, и вдруг из сердца ему голос сделай хотя бы одно доброе дело в конце. И он аж оторопел. Ну то есть, когда мы уже собрались шагать, так сказать, разбить себя, вот это вот такой вот голос, он очень удивительно звучит, согласитесь. И он думает, ну так это было, знаете, вот как вот этот вот у меня голос, но ты с ним не поспоришь. И ты думаешь, да, пойду и сделаю хоть одно доброе дело. спустился, и первое, кого встретил бабушка. И она какую-то сумку тащила. И он взял и поднес, донес до двери, поставил, и она ему говорит, долгой жизни тебе, сынок. Он говорит, бабушка, не актуально. Ну он так, не стал ей говорить, но внутри подумал. Потом пошел дальше, ему понравилось сделать одно доброе дело, какое-то настроение хорошее, думал, а что я прямо сейчас-то пойду? Пойду еще раз сделаю, что-то бабушке помог, пойду что ли, жизнь самоубийством заканчиваю. Ну пошел дальше. Одним словом, он что-то делал, делал, и вдруг он увидел парня, который собрался прыгать с этого, с моста, тоже решил жизнь самоубийством покончить. И он к нему подходит и говорит, ты что, хочешь спрыгнуть? Да, говорит. Он говорит, да подожди, я тоже хочу спрыгнуть, давай попозже, пойдем немного дел, поделай в добрых. Вот мне вот так вот и так было. Тот говорит, ну ладно, пойдем, я все равно сброшусь. Да я тебе и не уговариваю, я тоже сброшусь, пошли. И вот они начали делать добрые дела, под утро они вообще-то решили, не, ну а давай пока вот, ну что, мы можем же дальше продолжить. Что, мужина же в любой момент может спрыгнуть, любой. И вот они в итоге, они открыли целое движение. А он потом в итоге, он стал опять богатым миллионером. Понимаете? Но его вот это вот желание делать добрые дела, но пока осталось. И вот это на самом деле самое лучшее, что мы можем научиться делать. Почему? Потому что духовный мир, это мир служения, дорогие друзья. Это мир, где все соревнуются, они хотят как можно больше помочь. А мы на самом деле соревнуемся в обидчивости, в придирчивости, в обредности и во всем остальном прочем. И это грустно на самом деле. Поэтому нам нужно просто учиться другому. Вот и все. И если у вас появляются единомышленники, рядом с которыми вы можете это делать вместе, вот как с этим парнем, они пошли вместе это делать, объединенные, потом они уже просто стали, они основали фонд, я не помню, как он называется, давно эта история на меня произвела большое впечатление в свое время. Вот. Но это не нужно для этого, для самобильства доходить. Надо просто понять, что все, что со мной происходит, оно не случайно. Все мои сложности не случайны. Все мои какие-то препятствия не случайны. Это для моей тренировки, это мои гирьки, это мои тренажеры. И для этого мне важно научиться понять смысл. И вот очень важный момент, когда у нас появляются те, рядом с которыми мы можем это постигать, не постигнуть. Все в прошедшем времени, это материальное, дорогие друзья. Вы будете постигать, у вас будет еще больше вопросов. Туда подошли, все от вопроса ответили, появились новый ряд таких вопросов. Вот я уже занимаюсь этим путем более 20 лет, но у меня вопросы не заканчиваются, они нарастают. И это вызывает большое счастье. Это не тупиковый путь. Не то, что все, я развился уже полностью, хоть куда. Нет. Абсолютно все учителя точно так же. Они не столько интересны, они настолько интересны. Вот общалась тут с одним учителем, ему 87 лет. Он просто, у него столько, знаете, удивления в глазах, столько, как ребенок действительно. Когда он начинает говорить, вы понимаете, это мудрец, просто удивительный глубины человек, но настолько прост, как ребенок. Ну вот, и Махамантра, это песня освобождения ума. Каждое утро я вообще рекомендую всем, вне зависимости от конфессии. Если вы чувствуете, что ваше, это знаете, если вы почитаете «Мы святые, святые», о практике вообще Иисусовой молитвы, это тоже надо практиковать, нужно углубляться. Намаз тоже нужно практиковать, глубоко практиковать. И порой нам ум очень мешает практиковать. Те, кто занимается духовной практикой, я не знаю. Я помню, первый раз я села читать Махамантру. Раннее утро, 4 утра, я сижу, знаете, все так вот обставила, так думаю, все, я сейчас займусь духовной практикой. свеча у меня такая вообще, в общем, все таинственное. Я с чертками. Беру, начинаю читать Махамантру, и буквально я не знаю, на какой мантре. Вдруг у меня прям такой голос. Интересно, куда надевалась крышка от кастрюли, какой-то кастрюли? Мне зачем крышка от кастрюли в 4 утра? Я что, готовить буду, понимаете? Но мой ум вдруг резко стал хозяйственником. Понимаете? Вот надо срочно. Вот давно я не видел эту крышку. Думаю, Господь. Потом опять Хареи Кришна, Хареи Кришна. Вот интересно, это вчера Ирка. Вот она вот так таким противным голосом, понимаете? В 4 утра это так ярко проявляется. То есть, то крышка от кастрюли, то теперь Ирка каким-то боком ко мне пришла. Кого он только не привел ко мне. Я была просто в шоке. До той поры, пока я не занималась духовной практикой, я не знала, что у меня ум такой. Я думала, это я. Аказалось, это не я. Я-то вообще-то молиться собралась. Я-то вообще-то вот, ну я не знаю, намаз собралась. Вот я с Аллахом сейчас буду разговаривать. Я сейчас с Иисусом вообще хочу войти. Я хочу с Пресвятой Богородицей. Да. Ну а кастрюля-то где? Понимаете? И вот начинается вот это все, и вы понимаете, что, Боже мой, какой у меня ум. Сколько там мусора. Один из моих духовных братьев, он сказал очень замечательно, когда ему задавали вопрос, а что делать с этими мыслями, которые лезут мне в голову, когда я занимаюсь духовной практикой? Он говорит, это не мысли лезут в голову. Вы берете святые имена Господа, а он говорит, просто очищает сердце. Четадар Панамарджаном. Есть такое вот просто молитва шикшаштака, да? И вот на самом деле он начинает вычищать, и вы знаете, вот как просто если очень грязное, там пылюган такой идет, да? Это вот так вычищается наше сердце. И вдруг у меня тут кастрюля, тут обида на Ирку, тут у меня еще что-то полезно, да? Мне надо просто продолжать повторять святыми на Бога и просто делать это очень внимательно. И слушать имена, а не голос ума или эго, который меня тащит по всем, не знаю, помойкам мира. И вот это просто я возвращаюсь своим, возвращая, и это практика. Это, знаете, это и есть такая вот, когда вы заканчиваете это, да, вы понимаете, что вы сначала умылись снаружи, а вы понимаете, я теперь внутри омылась, омылась в святых именах Господа. И теперь я совершенно с другим настроением буду общаться с людьми. И невозможно, дорогие друзья, просто причесаться и бежать к людям. Сначала причесите свой ум. Вот если у вас есть духовная практика, ей займитесь со всей серьезностью. Если нет еще, не практиковали, попробуйте практиковать махаман. Если вам будет интересно, то завтра поговорим об этом. Поговорим, я имею в виду, в чате, потому что мы заканчиваем. Заканчиваем почему? Заканчиваем мы, вот это просто, знаете, такое, как, знаете, в замочную скважину вам дали посмотреть, и вы смотрите, говорит, это мое, это я хочу. Хорошо, тогда давай с самого начала и со всей серьезностью. Вот. А если я понимаю, не-не-не, вообще, я произошел от обезьян, теща моя дура, да, правительство идиоты, и вообще, тогда это не сюда, просто не сюда. Поэтому это нужно просто понять, с кем ты хочешь развиваться. Вот таким вот образом. Спасибо большое, дорогие друзья, пожалуйста. Анастасия вот меня уже начала спрашивать, а сейчас во время чтения джапы ум не скачет, как раньше. Сейчас мой ум, он просто очень увлечен, вообще ум это самая увлекающаяся сторона внутри нас. И поэтому ум это очень важно, ну, как бы тонкое тело внутри нас. Потому что вот весь этот интерес, знаете, зажигательность, вот все, что вам нравится, выдох такой, знаете, такой вот, ну, не сухарь такой, не штирый, знаете, такой, чик-чик-чик-чик, идет просто время, и он просто смотрит на вас и все высчитывает. Нет. Ум это такой вот внутренний ребенок. И ему на самом деле очень важно, чтобы ему было интересно. Он не может, если ему неинтересно. Я видела очень много людей, которые занимаются духовной практикой, но им неинтересно. Однажды я встретила батюшку. отец Павел, его зовут. Очень замечательный батюшка. Я его встретила и спросила, отец Павел, скажите, пожалуйста, что у вас самое удивительное сейчас в жизни? Он сказал, у меня сейчас очень много любителей. Я спросила, а что? Думаю, сейчас будет реализация про Господа. Он говорит, я пошел на аргентинское танго. Я чуть не упала. Я прям так растерялась, честно. Он говорит, ты не представляешь, как аргентинское танго, оно просто меняет мое сердце. Я очень сметилась. Ну, как бы, ничего, ну, как бы, как раз это была посадка на самолет, мы сели, в разных местах. Я приехала и пришла и к своему учителю спрашивала. Я, говорю, я встретила одного знакомого, батюшку, и он мне сказал, что я прям сильно смущена. Он мне сказал, что он увлекся аргентинским танго, и это его самая главная реализация. И он сказал, дело в том, что у каждого из нас есть желание и танцевать, и восхищаться, и удивляться, да, порой очень важно, ну, как-то, не знаю, покаяться, а когда-то восхититься. И вот если мы не сможем с Господом все это делать, мы будем обязательно чего-то добирать. Понимаете? с аргентинским танго или еще оттуда. Поэтому нам очень важно, чтобы уму стало интересно. И вот мой ум, если возвращаться к вопросу, моему уму очень интересно, знаете, есть семь целей исконные. Первая цель Штилла Пропада говорит, это систематическое распространение знаний для восстановления духовно-нравственных ценностей в обществе и научиться быть миротворцем. И вот это мне очень-очень-очень интересно. Как-то раз я спросила у своего учителя, а можем ли мы написать, что вот мы миротворцы, и он так просто так серьезно на меня посмотрел, сказал, миротворцами вас должны назвать другие, не вы себя нарекаете миротворцами. Я подумала, правда, не надо же. И вот это другие заметят вас. А вы будете понимать, что нет, на самом деле это вообще еще не так. И вот моему уму все вот это интересно. Это мой ум вот ну просто сейчас месяц картика. Как ты вообще проповедуешь? Ты знаешь, что сейчас месяц святой? Вот ему стало настолько интересно, что он у меня во время Джаку он меня может увезти от святых имен Бога к размышлению о том, как куда, чего, как сделать там что-то. Вот это он на меня отвлекает. Ну, во всяком случае, он у меня уже не искусно критиковать кого-то, какие-то там недостатки, если ему вообще такого нет. Но вот он может уводить от святых имен в сторону того, что надо вот такой-то семинар, надо вот там-то сделать так-то. Вот. Какие-то у него гигантские планы на осуществление первой цели. Вы понимаете? Вот это вот то, что у моего ума есть такое. Ольга, пожалуйста. Марина Вершарифовна, здравствуйте. я не так давно познакомилась с вами, заочно познакомилась. Мое сердце располагает к тем знаниям, которые вы несете. Сейчас я ученица в профэмиле. Мне безумно нравится. То есть у меня плоды вот тех домашних заданий, тех знаний, которые даются, они, знаете, я не знаю, может, это опять же работа ума, но они с какой-то фантастической скоростью, знаете, вот прям раскрываются. Не хочу сказать, что вот прям жизнь стала какой-то фантастически положительной, но как бы она идет медленно, проявления идут быстро, жизнь стала медленней и качественней, вот так могу сказать. Немножко про профэмили, извините, что я не могла сдержаться. Вопрос у меня следующий. Я хотела бы спросить, вообще по природе у меня очень беспокойный ум. Я когда просыпаюсь, у меня сразу вот бытовых дел становится ульма. Я маму троих детей, замужем, то есть как бы вот эти сборы, помощь там с детьми, дальше я прихожу домой, и начинаю дома прям вот создавать порядок, комфорт, чистоту. Я понимаю, что по-хорошему надо вот все разошлись и посвятить время Господу для того, чтобы вот день напитался. Но парадокс в том, что в принципе когда я занимаюсь всеми вот этими делами домашними, Господь, Он как будто со мной. Но для того, чтобы, знаете, вот как жажда общения с Ним, такая, знаете, внутренняя вот эта жажда, вот все-таки хочется как-то проводить время вот именно в духовных практиках, в молитве, да, в поклонениям, то есть каким-то определенным ритуалам, которые ведут вот к определенным действиям для того, чтобы как бы печать ставить вот плотно в сознании Господа. вот как научиться вот этому тормозить вот то, что вот здесь вот беспокойное для того, чтобы вот затормозиться. Для этого Господь рассказал Богу вот Гиту, в зависимости от того, какая у нас луна карма, вот с какими качествами мы родились, он некоторым, он говорит, у тебя настолько деятельный твой ум, что тебе нужна активная деятельность, и именно активная деятельность с памятованием о Господе, она очищает твой ум. И уж тем более, когда у вас есть маленькие дети, это будет странно, что у вас маленькие дети бегают, а вы сидите такая в трансцендентной медитации. То есть нет, ваша медитация бегать за детьми и быть им очень полезными, рассказывать им о Господе. И если они увидят такую очень добрую счастливую маму и муж увидит счастливую жену, которая вообще на самом деле понимает, что это счастье не мое, это счастье от Господа. И я просто хочу это донести до каждого как почтальон, то вы будете пометовать ему. И ваше сердце постепенно будет очищаться. И в свое время, вот вы знаете, очень многие уезжают из преждевременного отречения и едут в какие-то святые места и думают, я там буду жить. А в конечном итоге они там всех перекритикуют и уедут и вообще скорее всего уйдут с духовного пути. Поэтому не торопитесь. У вас все идет очень правильным образом. лучше мечтать о том, что я когда-нибудь как сяду вообще, как буду воспевать святые имена. Но сейчас вот просто, например, у нас мама пятерых детей, с шестым беременная, так здорово, что ты можешь, что Господь через тебя может привести возвышенные души. Вот ты им служишь, Господь тобой очень доволен. Но ты делаешь это от Его имени. Это Он так любит их. Это Он тебе даст молоко. Это все от Него. И все это просто так. И даже то, что у тебя сердце вдруг так располагается и ты предвкушаешь, как сейчас приготовишь. Вот все. Это все от Него исходит. И когда мы это понимаем, то я ухаживаю за детьми, а любовь к Богу у меня усилится. И уйдите все отсюда, не мешайте мне заниматься духовной практикой. Вообще поберегись, я к Богу пошу. Такое не надо делать. Я поняла. Значит, я действительно на верном пути. Спасибо большое. Спасибо большое. Так, привет, дорогие, пожалуйста. А вот еще тут я читаю. Ирина пишет. Марина Замшевич, большое вам спасибо. Подскажите пожалуйста на практику. Невроз, термо-невроз, очень много жизней, сил туда уходит. Слышала нервные расстройства, депрессия, это слабая душа и эгоизм. Сразу хочу сказать, душа не бывает слабая, а эгоизм сильный, это факт. Живу с этим, видимо, с детства, скорее всего, с прошлой жизнью. Но не знала про такое заболевание, пока во время пандемии не провалилась окончательно. Потом была психологическая травма, предательство любви, доверие, выбито сильное опоро. Все понимаю, простила и отпустила, но все равно болит и болит. Летишь в темный колодец, но он без нас. Толкнуться нечего. Молюсь, благодарю, чувствую, что Бог милостей ко мне помогает. Иногда страшно, что тело не выдержит, не хватит сил. Спасибо. Спасибо вам, дорогая Ирина, что открываете сердце. Ваша сейчас задача набирать сознание, потому что у вас очень сильный ум и чувства, а разум слабоватый. И сознание тоже пока слабоватое. Вот эта связь с душой, связь с материей очень сильная, а связь с душой такая слабая. Поэтому, пожалуйста, укрепите разум. Я бы вам посоветовала идти учиться на стулье Багладгита. Спасибо большое. Ой, я тут пишу, это Господи. Так, пожалуйста, Антонина. Здравствуйте. 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 Я первый раз у вас на семинаре. Я когда-то заглянула на страницу года три назад, находилась с окружными какими-то путями, но всё равно пришла к вам. И я очень рада этому на самом деле. И у меня сейчас на самом деле происходит в жизни такая странная история, что я написала книгу, книгу о себе, о своём детстве, и магическим образом всё моё окружение ушло от меня. Ну, магическим, потому что я рассказала свою личную историю, очень тяжёлую историю. Я думаю, у многих есть такие истории, насилия, сексуальное насилие в детстве. И мне даже не страшно, что я осталась одна, как бы сказать, да? У меня есть супруг, который меня поддерживает, у меня есть детки, и всё у меня хорошо. И я даже радостна, что когда вот очистилась пространство, у меня появилась как бы и цель жизни, и люди начали появляться. Я вот записалась тоже на обучение с января месяца в вашем институте, в университете, да? И кто-то спрашивал, когда придёт учитель, когда ученик действительно готов. И я вот чувствую, что сейчас я готова. Спасибо большое, Антоним. Спасибо большое. Захотелось очень вас обнять. Спасибо. И такой чистый взгляд. Спасибо вам большое. Спасибо. Пусть это обучение нам принесёт вам радость. Спасибо. Так, сейчас читаю в чате. В данный момент не удовлетворена своей жизнью, однако понимая, что всё на своём пути сейчас делают правильно, есть ощущение, что мою жизнь контролирует Господь. Такое приятное чувство понимать, что даже если ты чем-то недоволен, всё идёт так, как Бог решил. Но мы не можем всю ответственность на Бога переложить, потому что на самом деле если Господь вот уж вас ведёт, вы действительно абсолютно во смене своих планов, вы просто как инструмент в руках Бога, и вы абсолютно удовлетворены и счастливы. Вот. А так вот просто ну нужно больше знаний получать. Я вот всё-таки настаиваю, дорогие друзья, потому что у нас очень у многих вера сентиментальная. Поэтому, пожалуйста, давайте начнём изучать знания. Вот. Поэтому, пожалуйста, видите, вот Антонина, тут уже народ хочет купить вашу книгу, видите. А так что у вас, видите, уже появилось сообщество. Так что... Так. Ой, что-то вот я никак не могу остановить поток. Марина Завушевна, подскажите, пожалуйста, можно ли своим негативным мыслям привлечь болезнь на ребёнка? Скорее привлечь свою болезнь можно. Ребёнок будет болеть, когда эмоциональная атмосфера в доме отравлена, конечно, ребёнок тоже будет болеть. Вот. Но какие-то тяжёлые болезни, это, как правило, такая, знаете, карма ребёнка плюс карма рода, к которой этот ребёнок приходит. Вот. И когда приходят дети особенные, то очень важно понимать, что это ваша задача поделиться с этими детьми о любови. поэтому нам очень нужны учителя единомышленники, где мы можем эту любовь сами получать, обмениваться друг с другом и потом нести детям. Потому что, вот, например, как никому учителям нужны учителя. Потому что, если мы всё время отдаём, 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 у нас истощение, нервное истощение возникает. Много детей рождается с аутизмом. У нашей семьи, в семьях друзей такие дети есть. Очень много переживаний и беспокоиться. Но есть ещё большое желание чем-то помочь. Подскажите, пожалуйста, чем. Дорогие друзья, нынешние дети это вчерашние старики. Обратите внимание, насколько много сейчас стариков, до которых никому нет дела. С которыми никто не обменивается эмоциональной тепловой любовью. Старики могут быть вообще даже в домах престарелых, даже в самых распрекрасных домах престарелых, там тоже ничего хорошего. То есть голод в сердце, голод в еду, еда есть, а голод в сердечном. Так вот, старики это завтрашние дети. И то, что сейчас детей очень много в таком состоянии, это потому, что мы не заботимся об уходящем поколении. И мало того, сами уходящее поколение, старшее поколение, не становятся мудрецами, а уходят вообще в таком, знаете, в очень крайне таком истощенном нервном состоянии. И потом они рождаются вот таким детьми. Поэтому удивляться не приходится, такое количество детей будет расти. Это все взаимосвязано. Если вы будете видеть глазами знаний, вы будете понимать, что происходит. как один мужчина спрашивает, когда у нас улучшится жизнь? Скажите, пожалуйста, сколько много людей творят добро бескорыстно? Вы сами лично, как много это делается? Да когда мне некогда? А почему мы ждем, что будет улучшение? Это же кто-то это улучшение должен, для того, чтобы вырос сад, кто-то его должен сажать, кто-то должен за ним ухаживать, кто-то должен его поливать. Вот как раз таки вы пришли сюда и какая-то часть из вас вот со всей ответственностью захочет именно этим заниматься. И вот чем больше таких людей будет становиться, мы можем ожидать, что что-то будет к лучшему заниматься. А пока вот даже в наших семьях, если мы посмотрим, а кто из нас несет вот эту вот, ну как бы занимается яги, жизнь как жертвоприношение? Кто вот эту мудрость в себе выковывает? Кто этот свет, чистоту, кто переваривает то, что негативное в семье, как знаете, тихо хоронит некрасивости, а не вытряхивает им всем на показ? Вот это очень важно понимать. Оксана, дорогая. спасибо большое, дорогая Марина Замшейфовна, за встречу. И вчера была на встрече, и сегодня. Вот я училась в одиннадцатом потоке, закончила, прошла Багавадгиту, сейчас на тринадцатом учусь. Ну, все больше познаю и познаю. И нахожу много ответов, и очень мне нравится, я прям получаю удовольствие от общения с единомышленниками и со всеми. вот у меня такая ситуация, вот, когда появились знания о душе, о карме, вот, как не быть равнодушным, холодным, но были мы в гостях, и там погиб одной мамы ребенок, и маме 80 лет, она вроде как старшая для меня, и вот я, наверное, не совсем, ну, как бы, чувственно отнесла к ее потере, вот, я сказала на всю волю Господа, вот, ну, понимая уже, что это карма его и все прочее, но для нее и всех других атеистов я, как бы, ну, хладнокровный и, может быть, равнодушный человек, имея вот эти вот, как вести себя в таком случае, лучше на эти темы вообще не разговаривать, как доносить до людей вот свои мысли, свои знания, как правильно это преподносить. Спасибо. Спасибо большое, дорогая Оксана. Есть уровень кармический, да, то есть и на уровне кармы мы очень все привязаны ко всем отношениям, и, то есть, человек плачет, я плачу рядом с ним, рыдаю, и просто непонятно потом, кого спасать, тебя или того, кто вот тебя спасает, ну, то есть, я вот помню вот это вот свое состояние, когда я только начала врачом работать, там вообще кто-то умирал, я умирала вместе с ним просто, потом рыдала вообще вот так вот прям над койкой, знаете, еще тот врач был, конечно, это у меня такая школа была мощная, вот, потом мы угождаем совершенно другую, гьяны, это отвлечение, я просто говорю, это карма, все, точка, жирная, да, и у меня бездушие становится на самом деле, я просто понимаю, в этом мире все умрем, да, и ты умрешь, и ты умрешь, дети твои умрут, и внуки твои умрут, и вот такая суровая правда, на тебе, получай, да, и это никому вообще не заставляет никакой радости, и думают, вообще сумасшедшие какие-то, но человек, который практикует бхакти-йогу, служение, он понимает, что в данный момент, да, это правда, мы все умрем, может быть, кто-то сомневается, это правда, кому нужна эта правда, если ты можешь пережить с человеком, просто побыть, стать ему плечом в этот момент, и чтобы он мог плакать у тебя, и чтобы ты плакала вместе с ним, и когда этот человек, он просто почувствует такую ряду, родную, близкую душу, и вы в этот момент скажете, на всю волю Бога, ты понимаешь, что он идет дальше, ты же мама, ну продолжи его любить, но в другом, он пошел дальше, и тогда человек, он это знание примет всем сердце, и будет вам очень благодарен, потому что вы его облюбили, и знания ему дали, из сердца в сердце, а из ума, в другой ум, который скупошенный, это ничего не входит, и поэтому, если у нас сердце закрыто, мы не имеем права передавать знания, потому что это знание, оно ранит людей, мало того, ну можно вообще стать циником, и вообще всякие, ну все оправдать в своей жизни, это твоя карма, это твоя карма, но на самом деле Господь хочет, чтобы мы научились строить отношения, но понимая вот эти знания, что да, действительно душа не умирает, но в момент, когда близкий уходит, это так больно, знаете, однажды один из духовных учителей, значит, другой духовный учитель оставил тело, и он просто плакал и рыдал, потому что он испытывал любовь в разлуке такую мощную, хотя у него есть все знания, что душа вечная, но это такой близкий человек, что у меня с ним разлука, и вот эта разлука, душа, которая получает знания, она чувствует еще больше, она не меньше чувствует, она больше и по-другому, и вот в конце концов, вот он просто какое-то время был вот в этом состоянии, потом собрал себя в кучу и приходит, и пошел к другому духовному учителю, а не три духовных брата, он стучит, тот открывает дверь, заплаканный, и он ему начинает говорить, слушай, ну ты же понимаешь, что на все воля Бога, он говорит, бессердечный ты человек, и они вдвоем начали плакать, то есть на самом деле, сердце мягкое, в котором живет Господь, оно чувствует боль всех, и эта боль отзывается, они чувствуют и радость, их сорадуются, когда видят того, кто испытывает боль, они сопереживают эту боль, они ограждаются так просто, как, знаете, такие, это карма, это твоя судьба, это все, я просто, таким образом, я просто выпадаю из жизни, а вот люди очень боятся, что вот вы занялись духовной практикой, в конечном итоге вот такой будете, это неправильная духовная практика, правильная духовная практика ведет, вот как, видите, мы с вами сегодня с чего начали, от того, что человек становится склоном к благотворительности, простоте, отказ от насилия, правдивость, негневливость, отсутствие стремления злословить, спокойным, сострадательным, как всем живым существам, сердечный человек, добрый человек, вот это и есть знание, вот так что, таким вот образом, у нас еще два вопроса, очень коротко будет отвечать, так, пожалуйста, Светлана, Добрый вечер, спасибо огромное за встречу, очень, очень поучительно, подскажите, пожалуйста, с годами теряется память, у кого-то она сильно теряется, и до деменции, у кого-то она, ну, достаточно, слава богу, не до деменции, а кто-то остается в здравом уме и твердой памяти, с чем это связано и как это предотвратить в связи с священными писаниями, спасибо огромное, Бхагавадгита говорит, сам Господь говорит, от меня исходит память, знание и забвение, то есть это означает, что слабая связь с Господом, а с другой стороны сам Господь показывает, вот это надо забыть, вот на это надо обратить внимание, поэтому просто изучайте священное писание, с возраста надо все больше и больше изучать писание, потому что сама материя, она как бы становится более такой, знаете, ее надо тренировать больше, тренировать клетки мозга и так далее, вот, тренировать разум, тренировать память, но, по большому счету, мы должны понимать, это все мои отношения с Богом. Это значит, у меня, простите, перебила, это значит, у меня слабое отношение с Богом, если я теряю память, все верно? Если вы теряете память, это означает, что вы мало обсуждаете священные писания в кругу единомышленников, и что вам нужно просто больше это делать, это факт. Спасибо огромное. Именно обсуждать, не просто читать, надо именно обсуждать. Вот мы сейчас с вами обсуждаем, и вам становится, а, да, у вас эмоции появляются, а когда мы не обсуждаем, у нас это вглубь не проникает, вот это нужно, чтобы вам интерес был, и чтобы вот закончилась встреча, а у вас вот эта мозговая активность, она продолжает осуществляться, согласитесь? Ну, бывает, иногда бывает, что раз развернулся и забыл, и это с каждым годом все больше и больше проявляется. Ну, это значит, что-то нужно забыть, это на самом деле благословение от Бога, что вы что-то забываете, радуйтесь, а то если бы вы все помнили, вы безбурили вообще. Спасибо огромное, это бальзам на душу и родителям старшим поколениям. Спасибо огромное. Юлия? Институт Багавадгита, вы будете обсуждать Багавадгиту, это и есть писание. Вот видите, мне уже Тая подсказывает, Багавадгита 15.15, я прибываю в сердце каждого, и от меня исходит память, знания, изобрения. Спасибо, Тая. Юлия, пожалуйста. Добрый вечер всем, примите мои поклоны, пожалуйста. Малька Муала, дорогая, благодарю. Все наставники, учителя, все, кто организовала эту встречу, огромная благодарность. Я учусь на 13 потоке, мы уже заканчиваем, институт Багавадгиты, и я подняла руку для того, чтобы поблагодарить, поблагодарить за тот путь, который был пройден, и за те, это даже не изменение, это, наверное, начал нового пути, который заложили в этом институте каждому из нас. Скажу коротко, я себя чувствую вот этой, знаете, мы все пришли к вам гусеничками в поконе, завернуты по самые, я не знаю, даже масштабы этой пелены, и с изучением каждой главы, с изучением каждой шлоки, с каждой встречей поеданных, с каждой встречей наставников, каждый виток этой пелены, он спадал, и сейчас я понимаю, у нас остался всего месяц, мы уже, ну, на финишной прямой, да, и я понимаю, что вот еще чуть-чуть, и вот они бабочки, вот разлетятся просто бабочки по этому миру, да, наслаждать Господа своими лилами, с открытыми сердцами, с горящими глазами, и с замечательным обществом, где есть абсолютное тотальное принятие истинная любовь, и каждый раз, встречая вас, встречая трилоги Сундерелолиту, встречая всех тех, кто оказывается на этом пути, переполняет неимоверная благодать, потому как оказывается, в этом мире можно жить совершенно по-другому, я благодарю вас за все знания, которые вы нам дали, вложили, я точно знаю, что я пойду дальше, я точно понимаю свой путь, как бабочки, я понимаю, к какому огоньку мне лететь, и я точно знаю, что это не костер, который меня сожжет, нет, все будет иначе, примите мои поклоны, пожалуйста, благодарю вас. Юля, я очень рада, вообще 13 поток какой-то, я куда не прихожу, ко мне просто все, мы 13 поток, 13 поток какой-то бомбический, спасибо большое, Лев и Мария, очень коротко, потому что меня сейчас уже ждут в назначенном месте люди, и я должна сейчас бежать. у меня такой вопрос есть, получается, я вот каждый вечер молюсь, но мне кажется, что я вот не молюсь, а у меня просто, я говорю какие-то слова, то есть, что в моей молитве нет Бога, как вот молиться именно для Бога, не знаю, как правильно это сказать. Ри, дорогая, вам очень важно, чтобы у вас были тоже единомышленники, у нас, знаешь, в институте Багавадгиты есть для молодежи факультет, вот, в январе там тоже набираются, иди туда учиться, ты будешь с ребятами обсуждать, и тебе будет гораздо легче, как тебе такая идея? Очень хотелось бы записаться, только я не Мария, я Марианна. Марианна, прости, Марианна, все договорились, и будешь еще и любу рассказывать. Спасибо большое. Дорогие друзья, спасибо у нас с вами, вот этот двудневный семинар, который был заявлен, закончился, и я хочу сказать радостную новость, что я буду раз в неделю с вами проводить вот такие встречи, мы будем читать священные писания разные, из разных источников, и обсуждать, и отвечать на ваши вопросы. Вот, как вам такая идея? Вот, я очень надеюсь, что я смогу выходить и из с паломничества, сейчас, наверное, скорее всего, будет тяжело, вот, скорее всего, это будет 15, после 15 ноября, вот, но так или иначе, я думаю, что во всяком случае, вы можете своих друзей звать, что вы можете, ну, просто, потому что это нужно всем, на самом деле, и очень важно, когда мы можем вот так вот сидеть и разговаривать друг с другом и просто, ну, как бы чувствовать, вот, видеть глаза, видеть, открывать свое сердце, это важно, а потом, конечно же, вот с января у вас начнется опять институт, боговый гид, и у кого-то закончится, то есть, какие-то систематические проекты надо тоже идти, потому что там группа уже и куратор, и вы можете более глубоко это все обсуждать и не раз в неделю, а каждый божий день, вот, так что, пожалуйста, те, кто не учились, обязательно запишитесь на свой боговый гид. Это будет вам опора, неважно, какой вы конфессии, мы не меняем, не меняйте свою конфессию, то есть, хотите, вы оставайтесь там, где вы есть, но вы изучите, пожалуйста, боговый гид. Это вот моя, прям, вам смиренная просьба. Спасибо вам большое. Всего вам доброго. Ша праупа адаки и джаи. Это я так прославила, но буду научить. Всего хорошего.